Так, мальчики и девочки, мы начинаем вторую карту. Майснатхарт против Хероик. Интереснейшее противостояние года, века, наверное, возможно, даже столетия. Хотя века это столетия и есть, в принципе, но не суть важно. В любом случае, с вами все еще Кристал Мэй, и я надеюсь, что вы ждали нашего с вами вечера. Все эти несколько минут. И мы с вами посмотрим оверпасс. Я посмотрел статистику команд на этой карте. То есть, понятное дело, что раз ее пикали Хероики, то у них там все в порядке. Но что касается Майснатхатов, они за последние три месяца, ну, в принципе, и команды-то не особо больше, играли ее один раз. А один раз — это самая редкая карта для них, и они на них сыграли 0-1. То есть, один раз всего лишь проиграли и 0 раз выиграли. Так что сказать, что это не наигранная карта для Майснатхат, ничего не сказать. То есть, понятное дело, что они могли на скримах ее тренировать, могли не тренировать ее на скримах, кто его знает. Но, в конце концов, Исход 1. Хероики явно в разы опытней на этой карте. Поэтому лично я подзалил даже 300 рублесов, но это, типа, формат того, что у меня в целом... Ну, это не все деньги, которые я буду топить, так что на всякий случай рассказываю. Поэтому лично я буду топить за интересную игру, потому что игра была реально крутая. Я имею в виду Mirage, особенно его кончание. Тем временем, пистолетка подходит практически под Хероик, потому что они просто влетели на плент, и тут даже комментировать нечего. Просто парни поснимали всех, кто был на пленте. Какая-либо хелпа, которая подъехала от Майснатхат с Б-планта, тоже вся умерла, и Нуке остался один. Хабела. Хероики берут пистолетный раунд. И, да, напоминается, что у нас Б-10-3 противостояние. Первая карта была отдана Майснатхаттам. И они взяли 1-0 на Мираже. Сейчас у нас будет Оверпас, как вы видите, и последней картой будет Инферно, если оно будет. Если Майснатхата не вытащат сейчас. Они могут. Я все еще считаю, что они достаточно серьезно стреляют. У них есть определенные проблемы в атаке, но в защите мы видели, что они намного оказались крепче, нежели то, что мы видим на именно террористической стороне. Дабла, точнее, трипла на лонге. Интересный сетап, может сработать. С эзэхами вообще с топовой. Надо просто заходить с бэком. Чем закончилась история с Сиздом? Тем, что через месяц кикнули из нави, а теперь он вылетел 0-3 с флипсайдами с квалификацией к мейджу. И, как бы, кто знает, где он будет играть дальше. Именно так. Совсем не веришь в зарубу на этой карте? Нет, я верю в зарубу на этой карте. Может быть, будет и... Может быть, и тотал зайдет ног. Честно говоря, если взять опыт Майснатхатов, просто статистика, да? Тупая, холодная статистика. Я только я иперирую. Потому что я не знаю, на самом деле, что там творится сейчас в рядаху. Хироиков они вот сейчас имеют все шансы проиграть в фортбайо. Оуу! Снепи, рожденный в этой рубашке. Осталось 1 хп. Как зло ему нехило. И стак тем временем получает голову от Эсперанто. Мэнснатхаты сейчас разгорячены. То есть они не надхат, а не хат. Они разгорячены своей победой на Мираже. Причем победой... Не полностью, конечно, сухую. Но вторая половина была крайне сложной этой хилой. Поэтому они имеют полное право. Это все возможности, чтобы втащить. Моди тем временем откидывает голову Тенске. Эсперанто вместе с Нэкс вдвоем. У них нет смока. Точнее, у них есть смок, но у них нету дефуски-то. И это проблематика сейчас в жизни, потому что... Ну и даже несмотря на то, что у Снэйпи 1 хп... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Как же... Ох, как же хорошо. Сейчас было бы Эсперанто, если бы у него был бы дефускид, но не было. Кстати, последняя покупка Мэл.ру. Какая покупка Мэл.ру? Ты о чем? Хотели бы Тушкан увидеть в CSGO? Я бы хотел бы Клан Мил. Первый. Увидеть. Очень хотел бы. Мне нравилась эта карта. Не знаю, как вам, но в PRO, по-моему, она достойная была в 1.6. И... Ну, у нее были свои минусы, конечно, как и у любой карты. Честно скажу, мне больше всего импонируют вот такие карты, как Оверпасс, как Кобблстоун. Они... Ну, Оверпасс, во всяком случае, очень разнообразен по стратегиям. Очень зависит именно от твоей... То есть, каждая команда может эту карту играть совершенно по-разному. И дефенс на ней очень классный, потому что он многослойный. То есть, у вас есть линия обороны здесь, линия обороны здесь, линия обороны здесь, линия обороны здесь и линия обороны здесь. Это пятислойный пирог на Апланте. При том всем, сама карта не против того, чтобы атака играла тоже очень разнообразно. Потому что она имеет коннектор. Коннектор всегда дает возможность и в самые последние моменты производить ротации. Засада! Засада на Снэпе! Юги, правда, с них они без проблем разбираются, но засада была крутая. Именно в нее херойки угодили. Правда, здесь были пистолеты, поэтому ничего особого. Моя друг купила из Форс Холдинг. Они меня, получается, купили? Вот это да! Вот это да! Почему Pro-команда не играет на DDoS 2? Уважаемый магибатор, рнагибатор, вам стоит прочесть что такое, специальные карты. Соревновательные. Они там даже так специально отделены в клиенте игры. Соревновательные карты. Еще спроси, почему Офис не катает. Или Майн Шаг какой-нибудь, условный. Вот, скоро ведут. Скоро ведут до DDoS 2. Его время еще не пришло. Я думаю, что после этого мажора ведут. Потому что ты не можешь перед мейджором взять и менять маппул. Кардинально. Должен делать это хотя бы заранее. В DDoS, например, большие патчи выходят после инта. Потому что, ну, я имею в виду глобальные патчи, которые выходят раз в год. Минорные патчи могут выходить посреди чемпионатов. И мажоров, и миноров. С этого я всегда рофлил. То есть, идет квала, например, какая-нибудь условная. Хоп! Повышел патч, вообще, меняющий, например, механику двух персонажей. Или какого-нибудь айтема. Вообще пофигу. Эсперанто. Откидывает фраг на эстаг. И героики потеряли двоих в этом девайсном раунде. Первом девайсном раунде на оверпассе. Но Снэпи хоть что-то вернул. Вернул уверенность своей команде. Но они продолжают идти на апплент. И Мэнсанфхат уже полностью всей командой смогли произвести ротацию на эту точку. Поэтому выбить этот апплент будет крайне сложно. Только если Снэпи здесь устроит какой-то катавайс. Нет, не устроит, походу. Ху-ху! Если что, Снэпи капитан. И вот это, знаете, к вопросу о том, что... Не, ну капитан может как бы не особо стрелять. Там, типа, это нормальная тема. Посмотрите на МСЛ. Посмотрите на Снэпи. Чел сейчас эйс может выбить. Ой-ой-ой. Он увидел Некса. Некса, правда, увидел его и Снэпи! Это эйс! Это эйс в сложнейшем для героик раунде. В соляную просто вытащил парниша. Сначала фраг здесь, потом фраг здесь, потом фраг здесь, потом фраг здесь. И последний фраг уже на вот этой точке, когда в спине. Это же жесть! Полностью уничтожены и униженные МСНадхаты. В раунде, который они уже брали, который они уже были уверены. Потому что ситуация была 3 в 5. И МСНадхаты успели провести перетяжку на апплент всей командой. Еще и в спину залезал последний игрок, а именно Некса. Почему следующая карта не в офис? Согласен, да. 2 кила тем временем Сезехи и Дегла делают МСНадхаты, заработали себе коллаж. Но бомбу еще не отдали героике. Это из позитива. Но, по-моему, МСНадхаты вообще заряжены на победу на оверпассе. Несмотря на то, что они всего лишь одну, один оверпасс играли за последние 3 месяца. Вполне возможно вообще за всю свою историю. МСНадхаты понимают, что ситуация 2 на 2. И для них она не очень хороша. Из позитива они выбили 3 девайса, правда. Но коллаж достал 100 кнекси. У него, правда, первый армор имеется. Это реальная возможность здесь. У МСНадхаты есть два варианта. Поставить 1 на 1 сейчас. Или играть двойкой, например, или двойкой здесь. Каков плюс двойкой играть? Что если либо ты угадываешь, либо ты не угадываешь. И тогда двойкой идешь на разменах, играешь на плент, который захвачен. Из единиц плюс то, что ты получаешь инфу и здесь, и инфу и здесь. Но ты один. И если тебя убивают, то тебя убивают. Поэтому сейчас они встают на позиции 1 на маленьких песках. Некса на банке сидит. Получает смок. Дает инфу Тенске о том, что надо перетягиваться. Тенске уже бежит. 8 секунд остается. Некса слышит, как остается бомба и не пушит. Ему надо сыграть на размен за своим тиммейтом, но он не играет. Тенске только-только приехал. Не успел встать в ударную позицию, и его убивают. Отдельно, скорее всего, листья только он... Тит-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ну, Юги ушел. АС ставят только на Мажора. Возможно. Возможно. Это зависит от БК, конечно же. АВП от Исперанто. Ответ на АВП от Юги. Опять же, я уже говорил, что это, наверное, одна из главных проблем этого молодого бойца из Дании. Что АВП у него в руках вообще смертельно. Но коллаж такой себе. То же самое, кстати, касалось GDM в его лучшие годы. Ой, Моди! Вышел! Хорошо убил Тенске, но ответочка... Ответочка есть от Нути. Его отпустят. Его отпустят Моди, потому что он испугался противника. Он 9-ю хп не хотел пушить и правильно, наверное, сделал. В самом случае, для него это точно неправильный выбор. Время Санхаты окопались пока что на Б. Посмотрите, какой хороший буст для Нуки. Камон, Нуки! Камон! Если Хероики win over, то кто осилит Инферно? Вообще не знаю. Я не чекал, честно говоря, по картам Инферно. Чекал только оверпасс. Ну и ситуация пока... Минута есть. Хероики все еще имеют полное право пойти в сторону Аплантайдиса. Только у них нет никакого контроля над вот этой частью карты. Вообще вот на вот этой всей и коннектором. Что означает то, что им либо надо будет постепенно открывать планеты. Так, Нуки делает свой килл с буста. Моди пытается уйти. По-моему, он тоже может здесь погибнуть. Прострел у него лох хп. Начинаются раскидки моликами, флешками, смоками. И ответка полетела тоже. Вот этот молик пока удерживает снэпи от пуша. Еще и флешка прилетает туда же. Смок. Жесть. Просто полностью законтрели выход хероиков. Бесконтактно. Это сила защиты, друзья. Это то, как вы должны пользоваться гранатами. Книжки по юмору. Посоветую что-нибудь, лоу. Я не читаю книжки по юмору. Снакс отписался от Таза с него инстаграм. Таз отписался от Пажи плюс Снакса. Че думаешь? Я думаю, что этих пацанов надо разгонять. Просто разгонять. Подписывать СК. Состав в Виртус Про. Как тебе так? Вы же, что останется Снакс вместе с Пашей? Вообще, очень высокие шансы, что Паша оставит. Просто потому, что он самое медийное звено в Виртус Про. То есть, что самое страшное, что ты можешь потерять при... Того, что ты... При свапе ВП, да? Это медийку. При том, что ты захочешь от них полностью отказаться. Или отказаться от части состава. Это медийка. И если почитать по медийке, то мы все прекрасно понимаем, что Пашу просто невозможно потерять. Только если он сам уйдет. Так. Эсперанто. Эсперанто. Как же он круто здесь играет. Но... Ответочка приехала. Нормальный. Юги в упоре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это было? Что это было? Юги! Вот это жесть. Как же ему здесь проферло. Истак забрал себе ВП, поставил бомбу. И Нуки и Некс сейчас должны просто... Ну, я не знаю. Один раунд Херойки выиграли, когда Снэпи сделал Эйс из реально плохой ситуации. И здесь Юги тоже, ну... Если мы Снэдхата выигрывали в этом противостоянии, то была бы ситуация 3 в 2, уже пользуемая Снэдхата. Сейчас... Нюки! Хороший фраг по Истагу, но... Проблема в том, что по нему интересен Фа и Моди заходит со спины. Вот это жесть! Лучшая ситуация для него. Опять же, есть дефуз-киты у противника. И смог на бомбу! Надо стрелять! Что ты свапаешь, блин? Псих! О боже! Они так меня доведут до этой... До истерики просто. До больницы. Поеду в эту... В Боткино просто. Тут недалеко. Что это за свап? Ну куда ты свапаешь? Ну боже мой! Ох... Отдайте Сарладеру СЛ купить уже права на мажор. Зачем? Мажор проходит... Два мажора получается, да? За каждые надо получать права. И... ЕСЛ... Проходит в тысячу раз больше по времени. Потому что у них есть и СЛ про лига, и несколько АЕМов. И ЕСЛ Ван Кёльн, и ЕСЛ Ван... Чё-то там ещё, я уже забыл чё. Вот. Нереальное количество чимпов, нереальное количество онлайна. И нереальное количество каток. Очень большое. Даже не сравнится с мажорами. Чё все хотят СК подпустили как ВП? Потому что нормально. Паша ВП. Это как Дэнди в Нави. Не, ну Дэнди в Нави, я бы сказал, что... Хотя, не знаю. Итак. 7-1. Изичайшая совершенно пока что идёт до херой. Но, честно говоря, нет. То есть это я сейчас шучу серьёзным образом. Потому что... Два-три раунда лежали на волоске. Ну, два точно на волоске были у херойков. Но они всё-таки выправились. И Моди продолжает топить Нуки. Нуки погиб. Некст тем временем тоже отдаёт свою опорную позицию на малых песках. Разменявшись один в один. И... Исперанто, Тенский и Эйси. Три на три. И стак убивает Эйси. Я уверен то, что, конечно же, попытаются подписать каких-то других поляков. Либо, возможно, кого-то из других стран. Если взять то, что Паша, например, вроде как говорит по-английски. Тас тоже говорит по-английски. Я с ним разговаривал в самом случае. Вот. Но если они как-то в польский состав, то есть из кого, что называется, собирать. Не думаю, что это выйдет в такую большую копеечку. То есть, почему даже лучше собирать себе моносостав из Польши на основе как условного Паши, да, или Паши со Снаксом, допустим. Это идеальный формат, потому что поляки стоят дешевле, чем условные датчане или западные европейцы. Потому что, ну, опять же, да, зпшки в воргах польских, польских команд, они ниже. Таким образом, соответственно, и контракты проще переподписывать. И меньше платить ты им самим будешь. Вообще, контракты перекупать будет дешевле, и за поэта впоследствии платить им будешь меньше. И таким образом ты можешь не беспокоиться, что это неправильное решение, потому что оно не будет стоить тебе столько. Почему джетуки кихнули скрима? В смысле, почему? Потому что скрим переоценен крайне, как игрок. Это не только мое мнение. Так-то, в принципе, я не хочу говорить о том, каких конкретно они будут брать. Я думаю, что Бьяли с Пашей и Снексом логично оставлять, хотя у Снекса очень долго, ну, минус, так сказать, мораль идет. Но Снекс молодой и перспективный всегда был, типа, да, они всегда так считали. Бьяли, понятное дело, сейчас, ну, в принципе, нормальную форму, по-моему, всегда показывал, и мне жаль, что он попал в такую ситуацию, где его команда не тащит. А что касается Паши, всем понятно прекрасно, да. Ты тут просто без медики можешь остаться, если ты утикаешь. Что касается Нео и Таза, вместе с ними, скорее всего, уйдет и Кубан, а это означает то, что... Либо Таза можно поставить на позицию, там, тренера, если он не захочет играть, но, скорее всего, он захочет дальше играть. С ними уйдет Кубан, значит, у тебя освободится позиция тренера. Это А, минус контракт, то есть минус бабки, которые ты будешь выплачивать, значит, у тебя плюс бабки, которые ты можешь впоследствии потратить на другие контракты. Б, это свободный сло для следующего тренера, которого ты можешь нанять более интересного. Вот. Так что, по-моему, это очень-очень даже неплохая была бы тема. И, на самом деле, я думаю, что проблема вся в том, что от Virtus.pro все равно будут себе ожидать сразу побед, а их не будет. Потому что, ясное дело, что нужно будет время определенное. И при этом все, опять же, да, они не будут беспокоиться о том, чтобы не менять состав год, полтора, пока он не играет. Можно будет быстро сменить парочку человек, например, если они не зайдут. То есть, через полгода, допустим, взять и свапнуть. Потому что, ну, контракты будут стоить намного меньше. Вот. Пашу можно вообще сделать тренером, например. Как вам такой вариант? То есть, он же все равно будет светить своими мускулами, да, бицепсами и так далее. Куда пропал Шраут? Вот это вопрос! Это самый странный вопрос на Twitch, мне кажется, который я мог бы увидеть. Итак, 1.9, Херойки, тотально доминирует над своими оппонентами из M&H. И мы ждем следующий раунд, в котором мой аспирант снова будет AWP. Раскидки хорошие, не пускай ты. Если что, Шраут самый известный стример сейчас, папка на планете. Его нереальное количество народу смотрят. Может быть, один из самых известнейших, в принципе, сейчас отпущу. Топ, топ-10. Так. Смоки полетели налево, направо. Некса вместе с Нуки остается на б-планете. При этом всем у Эйси шикарнейшая позиционка на обход противника. Но вы должны чекать, но если сейчас Херойки все не смотрят спину, вообще ни один человек, это очень плохо. Я имею в виду, что это непрофессионально. О-о-о-о! Нашла коса да камень! Реализация отвратительная. Атенсия, то есть убил одного, мог бы и второго, но начал стрелять по решетке. Видимо, в PUBG не играл, там решетка не простреливается. Шраут в пупку с головой ушел. Он не в пупку шел, он ушел стримить. Это разные вещи. Он стример в первую очередь, он не играет в профессиональные пупки, если что. Он остается стримером Cloud9, получает за это деньги и стримит, соответственно, просто все, что хочет, но PUBG в основном, потому что он сейчас на хайпе. Но он не профессиональный игрок в PUBG, это разные совершенно темы. Я, например, вчера играл с профессионалом в PUBG под названием Мички Дракона, чел из клана DQD, который побеждал на первом чемпионате от Mail.ru, и на втором, по-моему, и еще на нескольких ивентах. Вот он именно занимается этим, да, профессионально, то есть он занимается тем, что целыми днями играет в PUBG в команде, в стаке, отбирается на квала и так далее. Куда кот из руха бы ушел? Он никуда не ушел. Вот, а что касается, соответственно, с этим... самого шрауда, он не участвует в прокатках вообще. Тенски, в углу. Посмотрите, как прошел стак красиво. Там 5 секунд, кстати, остается. Успеет поставить? Успели поставить. И вот эти размены на Апленте они решали много! Юге выловил Аспиранта вот этот важнейший фраг. Самый важный фраг этого раунда, по факту. Тенски один уже не справится, скорее всего. Но сейвит ВП и пойдет гулять на Апленте. Куда пропал спаун? Да, отличная тема. Как тебе ухо на мажаре? Не знаю, я не смотрю русскоязычную аналитику и русскоязычный стрим. Я никогда не смотрю русскоязычные стримы. Ну, то есть, очень редко, когда меня прям что-то конкретно волнует. Вот. Почти всегда смотрю англоязычную трансляцию по любым ивентам, которые я сам не комментирую. Вот. Ну, просто, опять же, единственная причина, по которой можно не смотреть аналитику англоязычного, это отсутствие сторина, конечно, потому что без него скучно просто. Там парни, может быть, и умные. Точнее, не может быть, да, там Янки лично общался неплохой парень. Все в порядке. Там тот же самый Спанч, если был бы тоже нормальный пацан. Но скучно, скучно. Мало соли. Это как с Питером Даггером, например. ППД, если кто не знает. В доте чемпион Инта в составе Илдженисис. Вот он просто соленый. Он постоянно солит нафиг вообще. Стебет все, что есть. Очень, кстати, тонко и очень симпатично. И вот с ним интересно смотреть. Это Кристалл Спраутов? Да, я самый. Вот это рофл, блин. Вот это рофл года. Я помню, когда я комментирую катку какую-то с бентой. Юги! Боже, дайте мне этого датчанина домой, пожалуйста. Я хочу его себе просто куда-нибудь в шкаф. За холм, я не знаю. Куплю ему отдельный компьютер, буду покупать ему хавку, пускай играет. Я просто хочу смотреть на это. Это великолепно. О, мой бог. Как же круто действовать Юги. Реально, ну очень жестко. Если Херойке его отпустят, если Норсы смогут его перекупить, то это будет очень серьезное дополнение. Если они вообще собираются это делать, конечно. Но я на месте Северян бы очень серьезно задумался по поводу Юги. Он демонстрирует реально крутые результаты. Причем, что самое интересное, он не подается такому объему давления, как на ланах, как большинство молодежи. То есть он, в принципе, да, конечно, у него наверняка будут моменты, когда мы скажем, что он слишком молодой, зеленый. Это не причина, по которой можно брать и не давать людям. Ну, видите, оверпасс. Оверпасс, то, о чем я говорил в самом начале карты. И я вам честно сказал, что я поставил на Херойк на вторую карту. Потому что оверпасс у Мэдсона от Хат просто отсутствует, как фактор. То есть они могут хорошо стрелять, но, к сожалению, то есть этого может хватить на ДТСе 2, на Кэше. Этого может хватить даже на Инферно порой. Этого может хватить на условный, и, не знаю, что еще. Как это называется-то, господи? На Мираж, да? Ну, Мираж там плюс-минус тоже. Но, условно, это какой-нибудь кэш, да, в котором намного больше стрельбы, нежели стратегия. И на ней можно выехать чисто на стрелялках. Но оверпасс это так не работает. И Мэдсона от Хат там крайне сложно. То есть вы видите, они выигрывают перестрелки. Но самые главные вещи, как ротации, раскидочки, идеи какие-то, у Мэссанхатов они минимумные. Хотя они молодцы. Опять же, защита не была пустая. Не было, типа, мы сидим на дефолтах в каждую катку. Нет, когда у них пистолеты в руках, форсбай или пистолеты просто, они пытаются душить в самом начале. То есть они, например, стакаются пятером на душевой кабине, стакаются вот сейчас на андерпассе. У них получается выбивать девайсы, но заключение раунда обычно все равно остается в пользу хироиков. Где флай? Уволен. Уже давно. Еще год назад. Ну, или около того. Какая команда тебе вообще не нравится? Первая буква на Н. Последняя, я думаю, вы знаете, какая. Смачки... О, что? Что это? Блядь, такое! Что это? Что это просто? Этот смог сейчас по факту дал фраг на моде, если я не ошибаюсь, на кого-то на юге. Некса. Один на один против Истага. И Истаг, в конце концов, попадет. Некса. Выиграл этот раунд, но этот смог застрявший в... в текстурах, это жесть. Это то, что я... я даже и не знаю! Вы видели этот смог? Вы видели этот смог? Вы видели его? Не, я имею в виду, он стоил жизни сейчас. Он стоил раунда, хероика. Он стоил... Если, кстати, Мэнс Натхата выигрывает, например, типа 16-14, я скажу, что этот раунд. Этот раунд... и этот смог. Все, изменил. Эйси, вышел на фонтан. Накидается флешки. Хероики заходят с боковины. Эйси мутит. Тут очень жесткие темы. Тэнски, Исперанто. Его помогает. Очень хороший раунд для Мэнс Натхатов. Хероики на быстром темпе въехали в танто, чем просто в засаду, в болото, и их уничтожили. Так думаешь, сколько получать зарплату вместе с профигуркой? В смысле, думаю, я знаю. Об этом люди говорят на стримах. Я имею в виду, в смысле, профессионалы говорили на стримах. То есть, G2, например, получает около 25. Есть команды, которые получают... Значит, 25 долларов в месяц, я имею в виду. Есть команды, которые получают больше, есть команды, которые получают меньше. Есть команды, которые получают 500 баксов в месяц. Скинами. Так что, как бы... Такое. Вы это видели вообще? Я имею в виду, что сейчас произошло? Что это было? Что это было вообще? Это self-deny? Это что вообще? Клип, пожалуйста, клип. Я умоляю вас. Что это вообще такое? Как это комментировать? Просто... Как это комментировать? Что за бред? Что у чуваков смок в дырках застревает? Другой self-denyется при помощи лестницы? Потому что падает слоу, хп. Вы что, смеетесь, что ли? Вам зарплату платит. Вы что, с ума сошли все там? Нет, я понимаю, что это открытые квалы, квалам и все дела, но... Мне бы за это платили! Боже мой! В личку, пожалуйста, в ВК, я не знаю. Куда угодно. Это просто жесть. Хайлайты года. Жёстко. Истеричка разрушая с каждого действия. Ты серьезно, уважаемый? Ты видел это вообще? Я имею в виду... Я комментирую КС с два с половиной года. Еще фиговую тучу времени, я его смотрел. Я помню программу на медне 2002 года, когда рассказывали про то, как М19 выиграли на ВЦГ. Или на ВЦЕ, я не помню, как это называлось тогда. Мэснатхата врывается просто на плюс морали, потому что их противники единаются. Убивают аплэнд, забирают себе эту. И я такого не видел в жизни вообще! Я имею в виду... Вы просто смеетесь, что ли? Ты раньше лучше комментируешься. Спасибо, чувак. Хотя б когда-то я лучше комментируешься. О, спасибо Антону Солгалову, он кинул мне. Вам кину... Покажу смысл его на трансляции, если кто пропустил. Итак, погнали дальше. Можно уже говорить, что Херойка приграли из-за динаи? Ну, нет, я думаю, нет. Смотрите, если внутри команды это вызвало рофл, потому что я думаю, что они поржали. Ну, я надеюсь на это. Потому что, ну, сами понимаете, серьезно это воспринимать нельзя. Собственно, нужно было проанализировать, почему они умерли там, потому что Мэснатхаты создали очень крутую ситуацию на фонтанах втроем. И уничтожили противника, который вообще не ожидал, что какая-то засада будет. И Мэснатхаты продемонстрировали разнообразие своей защиты, в конце концов, несмотря на то, что они играли крайне мало. Это оверпассы на официалках, может быть, они тренировались. Но они сделали все. Они сделали все очень круто. Потом произошла вот эта тема с динаем. Я надеюсь, что Херойки поржали. Приграли еще один раунд. Приграли сейчас пистолетку. А я замечу то, что они крайне редко проиграют пистолетки в подобных катках. Ника за... метил Тенски, убил его боковина. Тенски каким-то образом его пропустил воздушным. Не знаю, как это произошло. Мэснатхаты ринулись на аплэнд, потому что, опять же, они поняли, что если они будут холдить, то их сзади могут поджать. И стак! На Камазике проигрывает свое противостояние. Юги вместе с Моди надо дождаться тиммейтов. Дождаться тиммейтов. Снапи в спине. Снапи в спине. Холдить. Просто холдить. Снапи, правда, придется встретиться с Эсперанто. Это негативного момента. Ник тем временем пришел сюда же. Пока с мусорки пытается атаковать. Юги раздамажил там неплохо Иси. Но, несмотря на то, что точечные атаки у Херой получается, Мэснатхата все-таки не умирает. Приседает, но не умирает. Клип покажу. Ща, 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 парни. Клип покажу. Террористы победят. Клипенис. Клип tornado. мне не получилось не получилось сейчас попозже сделаю все по-другому погнали дальше ника откидывает нексу надо врываться дальше снэпи какой хэдшот для айсилен легчайший не получилось короче хотя антиэкономически сейчас можно еще попробовать геймкапчу армидия не хочет так делать уж бывает и пока группу слушайте да давайте так и сделаем а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 13-7 Glocki DimaTorzok 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 Найс! Найс-проход! Ко временем Нексон на дальней станции отвечает уже по информации, но меньшинство все еще для Мэнсанхатов, потому что с самого начала они только отвечали, нежели инициировали первые кВ. Ну и Иси поставил доумбел. Ко временем спину придет Истак, Слонга. Мне кажется, туалеты были бы интереснее, но это его личное дело. И, наверное, он был уже в позиции того, что выйдет на лонг, его прочекали, теперь по нему есть инфа, но Юги должен поддержать вместе с Моди, сейчас Истага обязаны. Есть эти Смок на бомбу от Истага и Дефускиты. Так что смотрится все достаточно реалистично, но Истаг потерял свою жизнь, теперь Смоков нету. Иси тем временем все-таки погибнет, остается Нуки в идеальной позиции для подобных тем. Юги гидает Смок на бомбу, который подобрал Нуки, тем временем все-таки погиб. Но я смотрел за Юги, потому что он подбирал Смока, и это крайне важный был элемент. В конце концов, Херойки заберут этот раунд, раздефузят бомбу, и это... Два Сатана Катавица? Да. Два. Кого ты считаешь потенциальной звездой 2018 года? Сложный вопрос. Сложный вопрос, знаете, это формат того, кто играет хорошо, но еще не до конца раскрылся. Это как эйс в Сикретах сейчас, в Dota 2, да? То есть парень был-был, а потом вдруг пришел в Сикрет и начал ломать. То есть он, типа, всеми считался перспективным, но не получал себе должного внимания от Капитана 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 Капитана. Дальника убил одного. Я думаю, Юги мог бы быть, но Юги, если его возьмут в нормальную команду... Ой-ой-ой-ой-ой, как же шпилит этот молодой датчанин! Как же жестко! Во-вторых, могут быть выходцы из авангар. Там очень много молодых, которые перспективно могут начать играть еще сильнее. Они и так, в принципе, жесткие. А в-третьих, у нас пауза, друзья, и мы выходим на карту Инферно, решающую шпилку. Поздравляем Херойков со второй картой и нас с вами с халявными деньгами. А кто выиграет слот, мы узнаем на Инферно.